большая чистка и так новый политический сезон стартовал новая власть начала его без особой раскачки лихим гамбитом приступив к обещанной большой чистки госструктур отставленников бывшего олигархического режима 2 сентября сергию литвиненко зарегистрировал в парламенте три законодательные инициативы об этом депутат заявил во время брифинга для прессы по словам литвиненко законодательные инициативы направлены на наведение порядка в нескольких государственных учреждениях по сути же на смену руководителей ряда важнейших госструктур назначенных еще при олигархическом режиме плохотнюка ясно что эти персонажи были назначены не случайно и возможно даже работали эффективно в рамках клептократической системы ясно также что в нынешних условиях они будут заниматься в лучшем случае тихим саботажем самый яркий пример в этом смысле деятельность норы и совета по конкуренции на рынке нефтепродуктов первое отвечает за ограничение цен в соответствии с в очередной раз измененной методологии расчета а второй за предотвращение картельных соглашений налицо и то и другое цены растут причем согласованно и при этом никто за это не отвечает объяснение норы роста цен последствиями урагана и да в сша ничего кроме усмешки не вызывает я бы посоветовал законодателям обратить внимание на системный фактор роста цен финансирование данного агентства надо сделать чисто бюджетным исключив процент с оборота операторов тогда и исчезнут главные спонсоры норы импортеры нефтепродуктов газа электроэнергии поэтому первый проект и касается подотчетности агентств находящихся под парламентским контролем это совет по конкуренции норы аудиовизуальный совет национальное агентство по рассмотрению жалоб и национальная комиссия по финансовому рынку в законопроекте предлагается чтобы парламент через свои рабочие органы имел возможность анализировать работу этих институтов и в зависимости от сделанных им выводов принять необходимые акты включая увольнение неэффективных и некомпетентных руководителей в четверг 9 сентября закон был проголосован в первом чтении тогда же парламентская комиссия по бюджету и финансам приняла решение отозвать с должности всех членов админсовета национальной комиссии по финансовому рынку второй проект касается преобразования должности главы государственной налоговой службы и главы таможенной службы из государственного служащего в человека с государственной должностью идея этого изменения связано с важностью областей которые закреплены за двумя учреждениями для хорошего управления государственными финансами они бюджета образующие и их эффективное управление может быть выполнено только с помощью людей которые пользуются определенным мандатом предоставленным напрямую правительством то есть с одной стороны статус руководителей ведомств повышается а с другой сокращается цепочка бюрократических процедур третий законопроект направлен на усиление роли высшего совета магистратуры в назначении временного председателя высшей судебной палаты это решение связано с тем что судебная власть в последние годы превратилась в этакое государство в государстве даже если сейчас общественное внимание приковано к позиционной войне между прокуратурой и властью именно судебная система ставит окончательную точку юстиции поэтому изменения в высшей судебной палате и высшем совете магистратуры абсолютно необходимы кроме перечисленных законопроектов изменен способ назначения главы национального антикоррупционного центра так что скоро мы увидим рокировку скорее всего длительная позиционная война с генпрокуратурой продолжится какое-то время но судьба решающего сражения уже предрешена в общем большая чистка обещанная властью избирателям идет уже полным ходом важно однако что переназначение фигур на ключевые должности является необходимым но недостаточным условием успешного правления